Хотя я отговаривал, потому что я знаю, что он обученный специалист, и врачи без границ, он работал с врачами без границ, он владеет методиками, и я не очень-то был заинтересован, чтобы специалист подготовленный уходил. Но извините, там ему предложили более выгодные предложения. По Елене Александровне, значит, Елена Александровна, она хотела устраиваться в коммерческую структуру. Там как раз какие-то курсы проходили. И она ко мне подходила, она говорит, дайте мне за свой счет, потому что там проводят курсы, я хочу участвовать в курсах по менеджменту, менеджерам. У нас тогда были проблемы, потому что в отпусках люди были. Тогда тоже немножко у нас была конфликтная ситуация, но потом мы все-таки вынуждены были пойти на встречу, потому что человек хотел идти в коммерческую структуру. Она жила на квартире, она оплачивала эту квартиру. Естественно, что в финансовом плане она искала где более выигрышных. У Ольги Марковни это единственная недоработка наших специалистов, то что они должны были сразу предупредить. У нас была свободная 0,5 ставки вакантных, перепрофилированных, из другого отделения, на которые мы взяли Ольгу Марковну работать. Но ее должны были предупредить, потому что в конце года эта ставка опять пошла по своему назначению, и там был принят специалист. Ольга Марковна, она приходила на вакантную, временно перепрофилированную ставку. Просто об этом должны были предупредить Ольгу Марковну. И потом, когда я созванивался, я тоже извинялся, что ее не предупредили. И она об этом не сказала. Но на тот момент, когда Ольга Марковна эта вакантная ставка ушла, тогда были все ставки заняты. У нас в лаборатории. Еще вопросы какие? Пожалуйста, кто из лаборатории? Пожалуйста, потому что здесь в основном идет пол-лаборатории. Проработали с Ириной Алексеевной более семи лет. Никогда ни одного конфликта не было. Почему так сейчас реагирует на меня человек, дискредитируя меня, унижая в средствах массовой информации, я не знаю. Я работаю в 16-й год в лаборатории, 5-й год на заведовании. Я закончила биологический факультет. Специальность у меня биология, спецификация первичная учитель биологии. Прошлась первичную специализацию в 2001 году. По специальности иммунологические исследования. Специализация длилась 2,5 месяца. Присвоена вторая категория, первая категория. Постоянно прохожу курсы повышения квалификации. За последний год освоила ПЦР-технологию. Пришли МОЦЛЭД и специалисты, которые заставляют думать и мыслить быстрее, которые идут вперед в меня, наступают на пятки. Стараюсь не уступать, стараюсь что-то где-то читать и больше ездить на курсы. За период двухлетний освоены гематологические исследования, биохимические исследования. Цитометрия, которая единственные специалисты, которые делают в Приднестровье. Это 4,5 специалиста, которые у нас в КДЛ. ПЦР-технология, молекулярно-генетические реакции пока делают только я одна, освоила. Будет еще второй врач сейчас учится. Я не считаю себя низкоквалифицированным специалистом. Многолетний стаж, опыт работы и постоянная учеба. И когда слышишь такие высказывания о том, что очень неприятно это слышать, это необоснованно и действительно дискредитирует очень лабораторию. На всем своем протяжении рабочего периода, как заведующий, я дорожу каждым исследованием. Я отвечаю за каждый результат, который выдан этой лабораторией. И то, что исследование проводится квалифицированно, на высокотехнологичных аппаратах, очень ответственными специалистами. И каждый результат, который подписывает наша лаборатория, он действительно очень-очень адекватный. Мы тесно сотрудники со специалистами клиника диагностического отделения. Они видят нашу работу. Мы только в начале пути. Я надеюсь, что мы разобьемся дальше, потому что молекулярно-генетические исследования очень прогрессивное направление. Молодые специалисты идут с большой охотой к обучению. Есть база, на которой учиться. Есть возможности. Меня поражает в том, что специалист, обвиняя других, вместо какой-то некомпетентности, за 7 лет не получил первичную специализацию. Курсы повышения квалификации проходили только один раз. Не стремится к освоению новых технологий, зная только и мы... Можно я закончу? Я не знаю истинных целей, но это все очень неприятно, потому что после просмотра мне позвонило несколько человек и комментарии все видели, что люди, которые, обыватели, смотрят это все, они в ужасе. Были такие даже за последнее время приходят в кабинет забора кровный человек и говорят, мне сказали, что вы сливаете кровь в одну проверку и делаете исследование одно на всех. То есть обыватели реагируют по-другому. И я хочу призвать Ирину Алексеевну и коллектив, чтобы никогда не давали подобное интервью, потому что это дискредитирует всю работу всех, не только мою, если это лично направлено на меня, но это все учреждения. Еще раз повторяю, в учреждениях стоит очень хорошее оборудование, квалифицированные специалисты, обученные специалисты, которые выдают адекватные результаты. За каждый результат отвечаю голову. Можно вопрос? Если отвечать за каждую цель головы. У меня есть пример этих результатов и качество выписанных анализов. Я могу их предоставить в телевидении, вы будете, что это дискредитация. Но если представлю вам, они просто исправятся. Это все заменется на уровне учреждений. Люди мне будут знать. Это правда, это правильно вот так делать и так поступать. И не вскрывать ту ситуацию, которая есть. То, в чем вы меня сейчас обвинили. Скажем, что это личные специализации. Нет ни квалификации, ничего. У меня есть курсы из-за рубежа на везде. Я их проходила, когда праздновала свой счет. Я даже об этом не говорила, потому что меня отсюда не направляли никуда. Потому что учреждение было не заинтересовано, не направлять специалистов. Почему? Потому что мне всегда говорилось, берите за свой счет и едьте. Учреждения вы направляли, и ходите жиров на машинах. Это все можно, да. И вас возили на специализацию, на ПЦР тоже. Если бы меня возили, я тоже обучилась, извините. Но я делаю за свой счет. И во всех везде где-то повышают. И повышают его за счет своего энтузиазма. Потому что учреждения направлены именно на то, чтобы выжать таких специалистов. Потому что Елена Александровна, с этим геологичем, да, они тоже биологи. Я согласна, вот и биологи с фершерским образованием, которые имеют право работать, которые пришли в специализацию врачей без границ в Голландии. Елена Александровна, ты училась в Румынии на ПЦР. Вы считаете, что вы только один специалист, который знает ПЦР. Почему человек, который учился в Румынии, кто-то оплатили за это обучение, ему не дали возможности работать? Вы хотите сказать, что человек обучался в Румынии, а потом просто взял и уехал? Я сомневаюсь. В интервью человек сказал причину своего ухода. И она ясна. То, что Александр Гаврилович сказал, это просто косвенные предположения. Потому что люди сказали ясно, что они хотели сказать этим. И те обоснования, которые наше руководство на данный момент преследуют, это не те обоснования, которым нужно руководствоваться. Потому что люди сказали свою точку зрения. Людей вынудили. А вынуждение уходить с места работы должно караться по закону. Я так считаю. Спасибо. Вопрос. Скажите, в чем вопрос ко мне присутствовался? В чем? В чем вы обвинили сменять сейчас? В общем-то, у вас нет документов о первичной специализации. У меня есть документы по интернатуре. Потому что зашеление, врачи-лаборанты должны проходить. Наталья Витальевна, вы выяснили, значит у вас специализация по эпидемиологу? Нет. Врач-лаборантский шлен. Не знаю, документы не представлены. Есть. По телекадре. У нас в телекадре все теряется. Вот здесь Паваря Петровна, у нас на полу-пересаке работают. Пожалуйста. Александр Евгеньевич, пусть Ирина Алексеевна показала, когда она давала эти документы. И кому она давала? Телевидение может сфотографировать. Вот это вот, у нас соглашение к другому договору. Но спереда была, только на этой неделе. Человек уже работает на ставку. Заявление будет. На причем тут это? Я показываю, как работает администрация нашего учреждения. Вот так же находится моя специализация. И линии номер веки не на вопрос. Числа? Нет. Подписи? И институт. И институт. Как вам всегда дают? Вам всегда дают. Это у нас суперяряние. Объясните, почему дополнительное соглашение к другому договору, который уже действует с января этого года, написано. Составлено только сейчас. И специалисты стали подписаться без даты. А предыдущее соглашение даже было сделано. Не то количество часов, которое положено. Если бы я это не сомневаюсь, я не могу больше участвовать в этом ужасе. Понимаете? И... Мы можем это рассказать спокойно, нормальными словами. Вы главный врач. Что это такое за представление? Ну скажите мне, пожалуйста. А что делать? Ну что это такое? К сожалению, у нас всегда на таких эмоциях с Еленой Алексеевной получаются беседы. Не можем прийти в общую... А как-то это непонятно. Это или очень запущено, или что? Я не понимаю. Что-то плохо, это с ней. Давайте предоставим слово коррективу. И я вам нужно... Из лаборатории, из лаборатории, пожалуйста. Просто по поводу Лазинского и Саралунга. Я заведующая клиника генетического отделения, которой занимаюсь... Алексея, как моя фамилия, Татьяна Петровна. Я занимаюсь ВИЧ-инфекцией в Приднестровье и тоже стояла у стоков нашего учреждения. И горжусь тем, что мы достигли до сих пор. И горжусь коллективом нашего Центра СПИД. Я была первая, которая зашла в КДО на второй этаж, когда было тут разгромлено все. И на энтузиазме работали. И набрали коллектив нашего Центра СПИД. Значит, ну не об этом суть. Суть в том, что и работала с Лазинским, работала и с Саралунгой. Все было хорошо до тех пор, пока заведующая лаборатория начала уже непосредственно, как руководитель, потому что я понимаю, потому что я сама заведующая, начала просить какие-то выполнения своих функциональных обязанностей. Приход, уход с работы. Значит, на что ее эти просьбы были как-то неадекватно восприняты. Потому что люди понимали, что они находились некоторое время отдельно от заведующей. И как бы они были предоставлены сами себе. И когда уже их поставили более жесткие рамки, получается, что люди начали возмущаться. Я помню, когда Дмитрий Георгиевич сказал, что ему предложили заведующим, на качестве заведующим в Центре крови. Конечно, человек выбрал из себя самый оптимальный вариант. Поэтому обвинять сейчас в том, что их выжило, я думаю, что нет смысла. Нет, вообще не целесообразно. И то, что я вчера, как заведующая, я тоже читала на форуме высказывания в наш Центр СПИД, мне так стало обидно. Почему, получается, только одна сторона была выслушана, и уже столько грязи в сторону Центра СПИД вылета. Сейчас мне до слез обидно, потому что я на самом деле знаю, как это было тяжело. И только мы, наверное, в учреждении, в Минздраве знаем, что нам представляет. Закупка препаратов, доставка лабораторных исследований, как Наталья Валерьевна по телефону с Румынии, с Россией делала эту аппаратуру. Как так можно вообще? Я как личность, как тоже член этого коллектива, если у меня в коллективе что-то случается, я прошу своих говорить. Давайте разберемся внутри коллектива. Но не нужно выносить ссоры из СПИД, потому что в каждом коллективе есть какие-то нюансы. Это, наверное, нет такого, чтобы у всех было все идеально. Но можно решить все внутри учреждения, не вынося на уровень президента, прокуратуры и всех остальных. Спасибо за внимание. Я лаборант, старший лаборант Паленкова, которую выставила наш многоуважаемый врач, врач, человек, окончивший медицинский институт наш, терраспольский, да, медицинский факультет нашего УПГУ, которая окриветала меня, которая на своих убеждениях, своих каких-то личностных неприязненных отношений ко мне. Высказала в интервью столько грязи, столько неправды, столько... Вообще, я даже не знаю, какими это словами можно обобщить, но человек, имеющий высшее медицинское образование, не соблюдать вообще никаких медицинской, никакой этики, никаких... Вообще, понятие медицины, по-моему, после этого интервью к этому человеку вообще неприменимо, понятие врач. Хочу сказать по поводу, как выразилась в Щербинина, перепутанные пробирки, что якобы я перепутала пробирки. Я освечу эту ситуацию, как это было. Это было в 2011 году, я пришла на работу 1 августа.